Здравствуйте, дорогие друзья! По вашей просьбе, я думал, достаточно простой стример, но попросили, чтобы я изготовил фильм. Фильм будет долгим и немножко нудным для некоторых товарищей, поэтому предупреждаю заранее. Я буду объяснять более подробно и в то же время отвечать на ваши вопросы. Поступил очередной заказ для меня связать стримера в Финляндию для поимки лосося. Но дело в том, что проблема состояла в том, для меня лично, что конкретно было указано, что есть особи до 20 килограммов. Как вы видите, вот этот крючочек, это вот чисто для лососевых мушек, который вот я смог найти на просторах Украины, это вот самый крупный. Ну, вы сами понимаете, судя по размерам моего пальца, или даже давайте, как вы иногда просите, чтобы я вам ставил линейку, ну вот здесь, сами видите, величина его недостаточная. Поэтому я использовал для заказа крючки 2.0.4.0. А как показательный я вот для наших нужд, потому что стример сам по себе, я уже неоднократно рассказывал, он достаточно уловистый по судаку и щуке. Ну и сом, как говорится, не против обратить внимание на наш стримерочек. Я взял 1.0. Это хороший щучий крючок конкретно для поимки нашего хищника. Не потому что, как вы видите, здесь загибы отличаются, поэтому я буду рассказывать, чем и как они отличаются, и для чего это нужно. Имеются вот такие еще крючки. Я и на таких делал. Значит, здесь это отдельная тема. Я в книге это все уже рассказывал. Как вы видите, здесь пяточка, вернее, загиб ровный. Здесь под наклоном. Есть свои особенности для зацепа. Ну и понятное дело, что, как вы видите, здесь немножечко гораздо длиннее. Величина у них одинаковая. А сама рабочая часть, если вот так вот взять, то получается длиннее. Для щуки, ну, не совсем это годится. Для лосося это хорошо. Есть возможность прокручивать в пасте. А щуке нежелательно, чтобы был достаточно длинный крючок, потому что у нас потом возникнут определенные трудности с его извлечением. Поэтому вот они так и подразделяются. Щучий, карповый или еще для каких-либо там рыб. Что действительно оправдывает свое название. Но давайте приступим. Для начала, чтобы мы могли с вами уже сделать нашу мушку, как положено, псевдо или обманку стримерную. Вот такую лососевую мы должны, что с вами, подогнуть. Кто хочет, кто не хочет. Берите, подъебайте или не подъебайте. Как вам удобно. Но так как вы задавали вопрос, я уже неоднократно в фильмах рассказывал, я беру зажигалку турбо. И, чтобы тепло не пошло у меня дальше по крючку, вот видите, нагрелось, я убрал. И теперь, чтобы мне было удобно, я делаю свой, подхожу поближе, держу, и делаю свой загиб, какой мне нужен. Посмотрели, маловато. Еще добавили. Значит, на дальнейшую поимку рыбы это никак не влияет, скажу вам честно, потому что вот сам вот это место, которое мы с вами, оно будет у нас жестко связано с нашим основным цевьем. Здесь будет находиться головка, и проблем не будет. То есть, крючок не будет и близко здесь разжиматься. Я нитку, так как у меня будет здесь сиреневая, мы можем с вами подгрузить, можем не подгружать, но я лично, так как мы для своих рыбалок, беру вот плоский свинец и ножницами отрезаю полосочку приблизительно около 1 мм. И толщиной он у меня получается тоже около 1 мм. Клей вы неоднократно спрашивали. Вот, опять показываю, Акфикс гелевый. Чем он хорош? Потому что все секундные, все эти моменты, они у нас быстро начинают срабатывать, и практически мы не успеваем сдвинуть или еще что-то сделать. Клей уже схватился. Подправить мы не можем. Берем немножечко клея. Обязательно. Почему? Потому что я буду использовать вот эту часть цевья для грузочки. Берем наш свинец. Процедура та же самая, как и обычная для всех видов огрузки. Удерживаем один конец. Можно использовать ротори, но я не использую. Я лично, вот, руками для меня удобно, и в то же время я вот так подолаживаю его, как мне нужно. Много не нужно, не увлекаться, потому что все, конечно, зависит от ваших рыбалок, но, честно вам скажу, если более двух граммов стример, это уже гайка в перьях. Убрали лишнее, подровняли, как нам нужно. Так как я буду использовать сиреневый цвет, можно использовать любой. Вот у меня имеется вот такой вот бурячок, или красный, или зеленый, или под золото. Любой, какой вы сочтете нужным тело изготовить по цвету, такой делайте. Ну, для меня уже, в принципе, это более проверенное. Это сиреневый, и так как мы будем делать в темных тонах ее, поэтому будем использовать контрастный сиреневый цвет. Вот все, промазали немножечко еще клеем. Подравниваем ниткой. Вот ровно сколько нам нужно, без фанатизма. Нитка приблизительно, вот я взял 6.0. Дальше я буду работать, сейчас я возьму нитку, можете использовать любую, но я для крепления материала в дальнейшем буду использовать стрейчевую, вот такую нитку, которая тянется. Она хорошо крепит и джунглевого петушка перо, и такое перо, как обычно. Бросили, сколько нам нужно. Лишнее отрезать мы всегда сможем. Я обычно нитку вот так подхватываю. Теперь смотрите, в конце, и вот таким большим шагом промотали. По материалам нам понадобится, кроме свинца, еще вот такой люрекс. Он двухсторонний, золотой и белый. Можете использовать цветную проволоку. Нам понадобится еще вот такое вот перышко. перо шлямпное, обыкновенное, из седла петуха. Ну, желательно, чтобы были хорошие оборотки, по длине приблизительно доставали до цевья. Ну, и также нам понадобится с вами парочка, можно ставить, можно не ставить, это моя прихоть была, парочка джунглевого петушка. Теперь закрепили. Я не режу, мне не нравится, когда начинается резать этот люрекс, потом кусочки. Значит, так как я буду золотым обматывать поверху, я беру, креплю, как вы видите, золотом сюда, потом переворачивается почти на 180 градусов. Закрепили и двигаемся до вот закончился наш свинец. Теперь смотрите. По правилам компоновки всех лососевых мушек, как обычно, вот такая заманушка есть в конструировании, обычно начинают тело там, где у нас еще не начинается оборотка, где само жало крючка. Вот приблизительно с этого. Я же эстетически, наоборот, отойду еще чуть-чуть дальше. И где-то с середины, ну, вот пару миллиметров я еще добавлю, вот вам будет видно, видите, до жала не доходит, и в то же время достаточно будет она симпатична, если мы здесь в обратную сторону, мы обязательно должны сделать еще люрексом. Что дальше делаем? Берем обыкновенную нашу, вот я использую вот такую сиреневую нитку, это акрил, хороший акрил, по всей длине, чтобы у меня не было неровности потом на теле, по всей длине я креплю материал, увожу его вниз. Что нам нужно сделать? Выровнять вот все эти неровности, чтобы была небольшая вот такая вот конусность, и хорошо подровнять свинец, чтобы при намокании нашей нитки не было видно наш свинец. Почему я использую, в принципе, эту, ну, мне не жалко эту нитку, поэтому она у меня идет как для подложки, выравнивающая, другая у меня более качественная, ну, жалко ее использовать, ну, черная не годится, вы можете использовать и сиреневую, и красную, как вам будет удобно. Так, подровняли, убираем нашу нитку, здесь делаем завершающий узел. С дождика, который вот сейчас новогодний, я бы не советовал использовать люрекс, потому что люрекс, честно вам скажу, должен быть крепкий, щука его терзать будет хорошо. Все сделали. Теперь для того, чтобы нитка у меня хорошо и долго служило, то есть тело, я опять беру без фанатизма немножечко клея, промазываю сверху и промажу снизу. Это убережет даже при сильном размочаливании нитки, то есть тело будет служить значительно дольше. клей пока не убираем, он нам все время нужен будет с вами. Так, и ротори я не использую и приблизительно начинаю формировать тело. Виточек к виточку, где зайти, так, чтобы вот такая красивая у нас вышла конусная конусная тело вышла. Можно ровницей, практически любое, что у вас есть. Можно и даббинг. Я брал как-то одно время делал и трехцветную, по разным цветам, но больше всего, допустим, быстрый вот такой вариант. кому может для лосося пригодиться, а кому для щуки окунь не брезует. Значит, теперь удерживаем немножечко ниточку, закрепим тубка, с которой мы будем работать. Пару вот таких накидов закрепили и удаляем. Теперь самое вот такое интересное, мне немного будет неудобно, я вот рассказываю, как технически все это для вас сделать. Я закреплю, опять отрежу нитку, пусть она здесь будет, потому что люрекс я не отрезал, мне неудобно будет работать. Берем наш люрекс, значит, подготовили как нам нужно. Хотите отрезайте кусочками, это кто как привык работать. Смотрим, в какую сторону у нас вот видите, перевернулось наше золото. Я здесь делаю один, два, ну, обычно пару-тройку оборотов, три, так, чтобы доходило до бородки. Но я немножко, как вы видите, чтобы было более симпатичное тело, я делаю еще больше. Один еще добавляю. И аккуратно, виток к витку, стараемся не нарушить нашу конструкцию, возвращаемся обратно. Наш люрекс уже никуда не денется и не поплывет. Я не использую ротори, я приблизительно на глаз беру и начинаю делать сегментирование тела. У кого ротори, пожалуйста, используйте, не возбраняется. Теперь я опять беру свою нитку. Так, а куда же я тебя уже впер? Вот. Так, держим, чтобы наш люрекс никуда не делся. Люрекс у меня достаточно жесткий и крепкий, поэтому желательно его закрепить хорошо, чтобы он у меня не убежал никуда. Если у вас более мягкий, сами уже выбирайте, как вам работать. Честно вам скажу, я вам показываю, как не вязать лососевые мушки, как вязать просто мушки, потому что положено здесь выполнять определенные требования, отрезать люрекс так, чтобы он у нас был на косую, доходил, не отходил, уводил вниз. Это вы у господина Тяпкина посмотрите, у него очень много есть фильмов хороших, как правильно вязать лососевые мушки. Немножечко подготавливаем для себя место. Что мы здесь должны? так как у меня стример будет сам по себе темный, черное крыло и черное перо, то я буду использовать вот у меня имеется вот такой песец. Можете использовать фиолетовый, это тоже не возбраняется, будет достаточно симпатично, но честно вам скажу, я не уверен, что у кого-то имеется вот фиолетовый. Поэтому я беру черный, черный песец или чернобурку вы найдете всегда. Крыло не должно быть сильно таким уж жирным. Давайте я вот сверну и вы увидите, какое количество меха я беру. Прикинем, достаточно, подрежем будет длинновато, по длине подберем. Взяли, убрали под шерсток обязательно, потому что вот такой пышности мне оно не нужно. Как убирается? Я беру приблизительно две трети до окончания и слегка уложнив пальцы, вот так вот беру и вытаскиваю. Как вы видите, вот все, я убрал, этот подшерсток я не выбрасываю, я его потом использую вместо дабина. Все, вот теперь наше хорошее нежирное крылышко. Промеряем его длину, так, чтобы хватало. Приблизительно вот так будет для меня достаточно. Удерживаем, перекинули руки и ножницами здесь аккуратно отрезаем. Можно без ступеньки, потому что его здесь мало, крепить не нужно. Бугарков у нас не будет. Так, берем теперь немножко клея. Я наношу вот на это место. Важно. Теперь стараюсь удерживать перо, вернее мех, как есть. Клеем промазываю торец меха. Укладываю. Вы знаете правило, как руку держите, так оно и закрепится. Поэтому вот я держу, подтягиваю ниткой. Еще, еще, еще. У меня хорошо подхватывается одновременно и мех. Вот видно. и в то же время он весь проклеивается по всей плоскости. Хорошо. Меня устраивает. Что нам нужно? Теперь нам нужно здесь перо. Как я уже говорил, перо я взял шлямпное. ну если у вас нет, можете использовать практически любое перо седла, даже с лохматушками. Это не сильно повлияет на качество. Увожу вот так бородки, выбрал сколько мне нужно и где закрепить. вот эту часть оторвал все, что мне не нужно и я здесь теперь аккуратненько в любой точке, как вам будет удобно. Я обычно всегда креплю снизу. Перегибаю вот те бородки, которые пера я крепил для большей надежности и увожу все пока назад. Теперь я использую здесь не чистую нитку, которая вот у меня имеется полиэстер обычно. Сейчас я возьму. Вот имеется вот такой вот такая нитка. Материал скользит. Надо использовать потом или свечку мазать, чтобы крепить, но тогда плохо ложится лак. Это мне не нравится. Без фанатизма намотали. Теперь вставим в удобное положение наше перо. Слегка увлажнив пальцы, я вот все бородки пера стараюсь увести назад в сторону. Увел, удерживаем его. И скажу честно, ну вот все зависит, я не могу сказать два, там, три оборота. Все зависит чисто эстетически и от вашего пера. учитывая мое перо, то мне здесь вообще нужно сделать ну, наверное, четыре оборота, это точно, потому что очень такое стекловидное перышко, оно практически мне здесь не даст ту опушку, которую я хотел бы использовать у себя в стримере. А стример у нас должен иметь хорошую здесь опушку, для того, чтобы его не крутило. Вот видите, мне в принципе так, как я и говорил, четыре оборота вполне достаточно. И каждый раз подбираем бородки, чтобы они у нас уходили назад и не подминались. Так, и увлажнив пальцы, я опять увожу это все вверх, начиная крепить свое перо. Перебросили, перебросили, увлажняем пальцы, уводим все бородки вот так назад и теперь начиная от колечка будем двигаться с вами закреплять перо. с небольшим вот таким наездом на наши бородки. Отлично. Вот, видите, эта нитка не скользит и достаточно качественно удерживает материал. я не отрезаю как обычно, а вот ножницами работаю как ножиком. Ну, можно было еще, конечно, сделать. Вот, для меня здесь уже достаточно. Теперь желательно добавить здесь люрекс, прежде чем мы будем с вами крепить. Можно перед пером можно после пера, это неважно, потому что мы с вами будем еще крепить перышки джунглевого петушка и у нас будут я выбираю длину несколько чуть-чуть длиннее, удерживаем, перекинули, перекинули. используя, можно использовать, нежелательно, конечно, использовать, вот я беру вот такой хендосовский люрекс скрученный, потому что большинство, как утверждают, люрекс запутывается в мехе, не запутывается он у меня в мехе, потому что сколько проверялось, в таком проблем не возникало. Увел в сторону, также по длине отрезал, значит, в трех плоскостях мы крепим наш люрекс. Здесь перевернули, поотхватили, чтобы не убежало ничто никуда, вот опять начинаем такими притяжными витками все крепить, годится. Отрезаем, чтобы не мешало. я обычно всегда беру и потом слегка вот так увлажняю, чтобы у меня материал никуда не убегал. Но зачастую я иногда могу взять, как вы понимаете, можно взять вот так потом прищепку, поставить ее, и нам материал не мешает. Вот вылезли у меня плохие бородочки, которые были на перье, я их удаляю. Проверяем теперь, чтобы не было ничего лохматого, ненужного, подправим еще, так как это уже у нас будет формироваться наша головка. Я уже неоднократно в фильмах показывал, большинство крепят по-разному перышко джунглевого петушка, ну, я его не обрываю, а вот беру для себя выбираю длину, давайте с дальнего начнем, чтобы вам было видно лучше. Здесь нет значения, там, левое, правое. Вот я хочу, чтобы у меня было приблизительно вот так перо. Положил его, удерживая пальцем в той точке, где нужно и легенькими, не надо сильно на перо давить. Вот я его установил вот так. Оно уже у меня никуда не уедет, потому что я использую стрейчевую нитку. Проверяю длину, какая мне нужна с другой стороны. Также удерживаем и одно, и второе перышко. И легкими вот такими виточками накидными мы его устанавливаем. И теперь, вот смотрите, я перевернул вот так, чтобы вам было видно, а я могу сверху или снизу. То есть проверили наши перышки стоят симметрично. Нам не нужно ничего делать. Совсем немножко я беру наношу клей. Можно подвернуть перо, как обычно крепится это джунглево, но я делаю по-своему, поэтому как правильно это вы уже выбираете сами. Вот. прошли и даем немножечко подклеиться. Но здесь можно удалить, потому что я уверен за качество того, что я подхватил хорошо. моё перышко никуда не убежит. Можно удалять всё лишнее. Всё. и теперь, как вы видите, вот всё у нас здесь готово. Мы теперь начинаем формировать головку. Не могу сказать, что она должна быть именно вот такая или такая. Робтехно друг у меня он очень любит вот такого типа стримера. Он не доходит 2 миллиметра. Я, например, люблю, чтобы головка как раз доходила до колечка. Поэтому вы уж извините, я делаю под себя, а там как правильно, главный судья это рыба. А в остальном, как я уже миллионы раз говорил, стример должен нравиться или приманка, как правильно сказать, должна нравиться вам и ловить рыбу. А остальное это всё лишнее. Меня приблизительно устраивает вот такая головка. Больше нежелательно, потому что ещё лак у нас увеличит немножечко объём. Всё. Теперь я делаю можно рукой, как кто как привык. Завершающий узел удаляем и теперь приступаем к самому ответственному моменту. Что здесь обычно плохо получается? Я в книжке своей уже рассказал. Я для того, чтобы в перо не заходило лак, и не портил у меня приманку, я увлажняю перо. Тогда лак у меня не заходит. А так обычно если взять для начала я прозрачным лаком вот таким пользуюсь. Лак клей глубокого проникновения фирмы hands вы можете любой у меня имеется и вот такой и еще там другой но не акриловая акриловая лаки я не люблю. Берем небольшую капельку потому что оно у нас здесь клей много не нужно оно впитается первый слой и теперь будем ждать когда раз два три вот сколько нужно столько раз мы будем наносить лак пока не закончим нашу головку процедура долгая поэтому я сделаю паузу а когда уже буду готов стример потом уже продолжим ну вот в принципе это и все я скажу откровенно наверное еще два раза промазывал лаком пока оно впиталось головка достаточно красиво имеет глянец тело приемлемо пропорции соблюдены хвостика конечно многие вяжут еще добавляют хвостик но это уже как говорится дополнительно другой стример можно также с хвостиком связать как вам будет удобно опушку цвет крыло моделировать для себя для своих рыбалок пожалуйста вот это можно было бы допустим если сиреневое или красное тело можно красным сделать крыло можно двух трех цветным делать ну честно говоря это как я всегда говорю бюджетный вариант то есть то что у нас есть мы быстренько на коленке взяли и быстренько это все пустили в дело ну достаточно быстро делается если меньше я разговаривал быстрее бы это все сделалось вот и все в принципе это друзья так что пожалуйста будут вопросы я указываю почту пишите на почту я отвечу спасибо за внимание до скорых встреч